Страшную историю расследуют в Новосибирске. Туда привезли двух спасенных детей, граждан России, которых в Киргизии, как говорят, продали на органы. Пятилетний мальчик и 13-летняя девочка потеряли маму. И после ее смерти отчим в Бешкеке решил избавиться от них самым циничным образом. Более того, есть версия, что именно он и убил женщину. Пока психологи борются за душевное здоровье детей, следователи стараются разыскать их родственников. Репортаж Елена Макаровой. Сейчас он спокойно общается с психологом, но еще недавно пятилетний Тима боялся мужчины и почти не разговаривал, только кивал головой. Его старшая сестра Аня уже нашла себе подругу готовиться пойти в школу, но занимаясь со специалистами, на своих рисунках изображает лишь маму. Она у меня рисовала по различным методикам и вообще нет у нас мужчин на этих рисунках, кроме брата. И мама там во всякой деятельности живая, активная. Она ее помнит такой, ну вот сегодня, допустим, да, она увидела, где в школу мы ходили, на документах была записка от мамы. Я вот заметил, именно вот в этот момент у нее буквально несколько секунд она провалилась в прошлое. Только о будущем и настоящем, о прошлом ни слова, ведь там они пережили настоящий ад. В Бешкеке Аня и Тимофей жили вместе с мамой и отчимом, но осенью их мать умерла. А главным подозреваемым по делу о ее смерти стал отчим. По предварительной версии мужчина задушил жену, а ее детей продал цыганам. Те, в свою очередь, уже договорились о сделке с торговцами человеческими органами. Но Аня с братом смогли сбежать и спрятаться у соседей. К нам обратились соседи, которые укрыли детей после смерти матери. После чего, после такого звонка, мы посольство вместе с МВД Киргизии выехало сразу же по месту и забрали детей на территорию посольства. Дети были в психоэмоциональном, прежде всего, шоке от пережитого. И мальчик был в тяжелой форме дистрофии. Ни у брата, ни у сестры на тот момент не было никаких документов. В рекордные сроки, всего за несколько дней, детям выдали российские паспорта. И они отправились на родину мамы в Новосибирск. Вовлекаем их в мероприятия, в жизнь нашего центра вовлекаем. Стараемся отвлечь от прошлого. Здесь, в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ними работают психологи. Специалисты дают самые положительные прогнозы. Известно, что отчим Ани и Тима сейчас находятся под следствием. Сегодня к этому делу подключились и новосибирские следователи. По данному факту, первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Но, несмотря на то, что они уже вне опасности, Ани и Тима все равно не отходят друг от друга ни на шаг. Сейчас следователи пытаются разыскать родственников Ани и Тимы. До сих пор непонятно, как сложилась судьба их родного отца. Зато одни близкие нашлись в Новосибирске, другие в Германии. И некоторые уже вышли с ними на связь. Елена Макарова, Игорь Гуляев, Константин Анисимов и Наталья Голуб. Первый канал. Новосибирск.